Всем привет! Очередная нырялка и мы летим на Сейшелы через новый аэропорт Стамбула. В этом аэропорту был всего пару раз и оба раза багаж переадресовывался до места назначения. Сейчас же пришлось забирать, проходить контроль и снова сдавать. Хоть аэропорт и большой, но 3 часа на Ставкок вполне достаточно. Еще нам нужно найти наши чемоданы. Нашли транспортную ленту и, видимо, чемоданы будут здесь. Ну, будем искать. Вот мы уже час ходили, забрали только багаж. А сейчас его нужно сдать и, в принципе, идти на самолет, на посадку. Сейчас мы идем на посадку. Прошли первую линию обороны. Паспортный контроль, походу. Улыбаемся, смотрим в камеру. Спасибо, дорогая. Вот только не надо кашлять на меня. Когда я выбираю маленькую очередь, всегда случается какой-нибудь затык. Либо чек закончится, либо сдача у чувака не будет. Обравиться можно и походить, пойдемте же. Дали наши багажи. Даже Колю посадили на рейс. Что-то у него там какие-то были вопросы. Я не знаю, то ли перегруз, то ли дорогой багаж дайверский. Короче, Колю вас... Нет, это у меня принимала багаж пятерочница. Она все до конца. Это у нас двоечники. Все двоечники, блин, сразу отпустили. Все в руку. Бесплатный Wi-Fi. Сканируешь паспорт. Один час бесплатно. Распечатайте талончик и все. В Минске у нас время 12.20, а в Стамбуле у нас время 12.20. Это вот Джек Дэниел и Си Николай. Забридский. Похоже, нас скоро начнут вызывать пофамильно. Нам нужно идти на гейт F. Но здесь только этих гейтов. Что 15 километров пройти за 5 минут мы реально не успеем. Мы попали в ласт кол. Нам махали руками. У нас был гейт F415. Мы его нашли. Но он оказался не F415. Оказался F414. Поэтому прошу прощения. Извините, пропустите. Спасибо, что подождали. Мы летим через Килиманджару и наш маршрут составляет 5781 километров. Лететь нам 8 часов. Давай, дядька, ну. Дождик идет, а мы без зонта. Что мы будем делать, я не знаю. Придется ропнуть. Я бы не назвал это дождем. Так, паспортная погода в Норвегии была хуже. И вот такие скалы нас встречают. Температура воздуха 23 градуса. Хорошо, что я ничего с собой не брал. Налегке с рюкзачком. Все, это обычно стандартная процедура. Паспортный контроль. Забираем багаж. И нас встречают две машины сегодня. Покатаемся еще по острову. То есть сейчас нету на Сейшелых бумажный блокид. Мы заполняли электронные анкеты. Проходишь через арочку. Она сравнивает тебя с фотографией. И ты проходишь просто по прямой. Вот так вот бывает. Вот такой вот сканер сейчас меня будет показывать по телевизору. Вот он я. Для того, чтобы это сделать, есть специальный сайт правительственный. Заходишь, регистрируешь свои паспортные данные, справки от ковида, всякие ПЦР-тесты. Сейчас мы приедем в дом. Я заказал кузнечиков и тараканов. Нам уже пожарят. Славка очень хотел, очень любит. Мы сюда только ради этого и ехали. Ради тараканов, кузнечиков и жаб. Жабы огромные здесь. И пауки, да. Небольшой паспортный контроль. И сразу на выходе нас ждет Дзефри. Нам вклеили в паспорт вот такую вот жопу 16 декабря 2022 года. И мы идем, все, мы прошли. Живал за машиной, что связался с пятью компаниями. И только две компании ответили. И оба компании приехали. Одна с мини-бусом и одна привезла две машины. Ну сейчас, Коля, дождемся и поедем. Вот такие две машинки моллюска. Коробка автомат. Левосторонние, правда, движения у них. Руль торчит из бардачка. Но я думаю, что разберемся. Это в Таиланде. В Таиланде я гонял на таких. Но это было в 2003 году. Думаю, сейчас вспомню. В принципе, привыкаешь. За 20 километров уже практически привык. Особенно круги прикольно. Особенно, если рядом стоит навигатор. А если да, если навигатор рядом, каждый метр говорит, вообще шикарно ехать. Сижу, хайга. Скачивайте карты предварительно, чтобы были загружены. Голос Коля. Дом с видом на океан. Чайки кричат, цикады цикуют. Море волнуется. Нырять завтра не будем. Скорее всего, к понедельнику ветер успокоится. И, может быть, тогда мы приступим к дайвингу. Ну, будем делать по 4 погружения. А сейчас по каждому 3 дня мы будем кататься на машинах и изучать местные достопримечательности. Достопримечательностей здесь очень много. Во-первых, черепахи. Во-вторых, Коля, блин, нам сейчас будет рассказывать все самые интересные вещи, связанные с Сейшельскими островами. Про бога, рога, этого Тора. Ну, Игорь тоже знает очень много про Сейшелы. Сегодня день приезда. Купаемся, отдыхаем. Поскольку шторма в один балл. Поэтому покупаемся, отдохнем. Ну, может, два даже. Но ветер сильный. Ой, сейчас как рукой снимет. Верочка, аккуратно тебе будет глубоко. Вот такой вот он, сука, океан. Это называется тропическая депрессия. Тропикал депрессион. С декабря по февраль бывают такие вот дни, когда начинает лить. И это вот у нас, вы попали в этот вот как раз таки ливий. Блин, вроде с утра была такая так себе погода, а сейчас это просто от. Главное, что снег чистить не надо, блин. Мы покупали, сейчас опреснились. Вот прямо вот здесь опреснились. Все, мы чистые, красивые. Вот шовы. Славка только оттуда, он полосец залопотался. Вообще великолепно себя чувствует. Что делается в магазине, когда происходит тропическая депрессия? Вот в магазине мы можем видеть вот такую ситуацию. Зато есть ананасы, манго, кокосы, бананы, петрушка. Вот такие стручки интересные. Приехали, давай, поехали нырять. Давай быстрее, поедем нырять. Течет вот такой вот поток. Какая нырялка? Там просто берег обваливается, он камни какие-то повымывал. Его сегодня не было, он появился офигенный камень. Это называется, приехали, где-то понырять. Мы взяли вот на 50 евро вот такой вот запас продуктов. Это рыба-меч. Ну, сейчас мы наделаем стейков 250 рупий. Причем он дал в подарок нам бананы, дал лимоны, соль, спецы. Говорит, знаете, ребята, берите, приготовите, завтра отблагодарите. Тунец, маночку взяли, сейчас яичницу добавим. И еще взяли вот такую вот штуку мяса. Ну, поскольку погоды нету, поэтому отдыхаем сегодня, завтра. Вот такие вот скалы и вот такие огромные баобабы растут. На самом деле это тик, либо железное дерево. Поехали на другую сторону острова. И там совершенно другая погода. У нас ветер и дождь, а здесь ветер и солнце. Прикольные пески, нету ветра и вроде можно даже купаться. По крайней мере, дно видно. Не то, что там вчера у нас на ощупь, все ноги руки поцарапаны. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это прикольный орех. Это орех или муляш? Это орех. То, что у нас в паспорте проштамповали. Прикольно. Мы видели сейшинский орех, а это орех белорусский. Вот мы и приехали на пляж. Вчера был такой дождь, чтобы не вырывало все эти билборды. Эй, пошли качаться, родивая. Разделка лобстера происходит. Сейчас нам его зажарят. И мы будем ням-ням идти вот такие. Пойдем потрогаем Индийский океан. Коля сказал, что вода холодная. Ну, может быть, в самом деле, теплые слои, когда шторм, теплые слои могут сдувать. Поднимается более холодная вода. Еще два дня назад я смотрел, температура воды была 29,2 градуса. Противоположная сторона острова. Заехали на пляж. Вот такая тут волна. Полная такамака, короче. Детствие вчерашнего дождя еще, что ли? Да нет, это просто местные канализации. А мы здесь будем купаться, да? Детствие дождь просто расширил. Грузло. Дорогу размыло. Пляж называется Энс Интенденс. Вот такой ветреный пляж. Будет сегодня рыба-парус. Парусник сейшельский. Такие вот стейки у нас будут вкусненькие. Сегодня снова ветер. Пошли в ботанический сад. На черепаху посмотреть. Ботанический сад на острове Майя. Кокодый мер называется вот этот кокос. Да, справа женский, слева мужской. А подержи мою сумку. Пойдем смотреть черепах. Ну вот местные черепахи. Они не такие большие, как на Галапагосах, но они и не маленькие. Когда холодно, Верочка одевает платье. Вот такое офигенное платье. Платье называется непродувайка. Вот что-то написано тарты. Может по местному тарты черепахи. Вот для чего ворота, чтобы они не убегали. Я калитку открываю, они как ломанутся. Видишь, бетон? Да. И вот так вот выглядят сейшельские черепахи. Она хочет помыться. Может занесем, поможем? Горее попить. По этой вот штучке определяют этот воздух. По этим слоям. Они на завтрак люди. На завтрак? На завтрак. Вон Серега кормит. Пришли черепахи на водопой. Одна такая ползла, ползла. И не доползла. Микла и все. Пойдем сейчас бродить по скалам. Залезли в джунгли. Делать нехрен. Вот дерево какодомер. Но что-то мы не видим кокосиков. Тут какие-то птеродактиль летают. Я уже начинаю немножко жим-жим у меня. Аккуратно я сзади. Вот так шелик. Ну вон речка. А вот мы нашли какой-то мир, который мужской. Это женский, а вот это вот мужской. Были длинные, вытянутые. И там по бокам еще какие-то выступы. Водные лилии. Прикольные. Деревья здесь просто капец высокие. Особенно эти бабы, я не знаю, метров по 60, наверное. По большому счету здесь воды хватает, тепла хватает, кислорода хватает. И вот дерево. Вот такое вот. Если вы проголодались и заблудились в джунглях, есть такой офигенный цветок красного цвета. Но главное не путать с волчьей ягодой. Потому что можно потрогать лист, потом потереть глаза, и ты можешь ослепнуть. Блядь, что-то я ничего не вижу. Манговое дерево. Ну, не зрело еще. Мы его покупали. Малой, да. Сейчас едем на черепаший пляж. Покупаемся. Игорек сегодня за рулем. Верочка, блин, платье одела, холодно. Оделась. Николай, там он. А вот Кенгинская. Интересные деревья. Что нет дерева, то прикольный плод. Вот такой, например. Пляжу подъехать нельзя, но можно пешком пройти через отель. Нам надевают такие вот белые браслеты. Коля, покажи. И мы можем пользоваться пляжем. Можно перевернуть, он будет серенький. Можно, видите, там все включено. Приехали на очередной пляж. В отеле 4 сезона. Как я говорил, браслет нам дали. Говорят, идите, можете пройти и там загорать, купаться, отдыхать. Можно пользоваться лежаками, ну и, соответственно, рестораном, баром. Что там у них еще есть. Добрались до пляжа. Тут тоже подветренная сторона. Но здесь песок такой, как на Мальдивах. Такой мучной, перетертые кораллы. Пойдем, покупаемся в этом прибое. И пучине пенной. Так офигенно просто. Просто офигенно. Девчонки не купаются, держат купальники, потому что их срывает. Никто не заходил в воду. Когда же мы будем нырять, я не знаю. Прозрачность вот такая сейчас. Отель вот такой на горе стоит с видом на море. Тишина, спокойствие. Ни машин не тратят. Трусы срывает. Начинается очередной дождь. То снег, то дождь, то, блядь, прорыв. То, блядь, прорыв. То, блядь, опять прорыв. Слушай, может, на самом деле пойдем? Пообедали и сидим болеем за мисси. Вышли понырять, но погода опять сегодня такая не очень. С утра было хорошо, солнечно вроде как, даже проглядывало что-то. Только вышли, заполнили бумаги, на те, ветерок, и тучи просто грозные черные. Но мы не привыкли отступать, поэтому пойдем прогуляемся по тропе Анс-Мажор Трейл такая. Тут очень много пешеходных труп. Сегодня одна из них. А, ну да, здорово. Вот они, ползучие гады, которые ядовитые очень. Надо одного поймать и съесть. Вчера был сильный ливень, и три человека пошли сюда по этой тропе, и их смыло. Ну и местные, когда узнали, что мы идем туда же, нам дали местную карточку, говорят, если вдруг найдете, позвоните. Сами они идти не хотят почему-то, ну, поможем местным. Ой, блядь. Чуть не навернулся. Одна из смотровых площадок. Была неофициальная точка, смотровая площадка, а это уже, типа, официально, с обозначениями на всеми тела. Ну, чего, можно посмотреть, остановиться, перекусить, оправиться. Северо-восточный берег мои. Спереди вы силуэты национального парка. Это северный остров, номер один, северный остров, где-то там он. Выше, вы можете его видеть, Глассе дистрикт, вон тот, он маленький, где-то вон там. И между ними Тейл Грин. Это Тейл Грин. Последний раз туристов видели вот на этом месте. Тут что-то написано не по-русски. Короче, мы не знаем, что это. Но, скорее всего, где-то. Да, можно перезвонить, просто спросить, что тут с этим местом не так. Вот такие ручьи пересекаем периодически. Такие водопадники. Интересно, эту воду можно пить или нельзя? Вон, Славка, вчера попробовал, что-то у него температура. Мы не знаем, это от воды или это просто температура поднялась. Такую ванилу, вот она. И вот. Тут уже ее кто-то грыз не по-детски. Смотрите, вся эта ванила покоцанная. Ванила, но что-то вообще не пахнет на чем. Нам говорили, что если увидите пещеры, туда не заходите, якобы там могут жить какие-то дикие звери. Ну, понятное дело, мы же не такие. Смотрите, приколы. Залезем, потом заблудимся. Такие вот пещеры какие-то, непонятные. Вымыло водой, видишь, какие полосы. Скользко. Дожди прошли. Вот почему нам не удается понырять. Даже воду зайти нереально. Какая-то горная река, впадающая в океан. Переход по такому вот мосту. Ну что, можно и в горном ручье покупаться, я думаю. Наверное, мы нашли тех туристов. Тут, скорее всего, размыло дорогу, и они не могут вернуться назад. Вон они гуляют по пляжу и не знают, что им делать. Ну, вот, по крайней мере, мы знаем. Рыбки-пираньи, они очень вкусные, и они очень любят людей. Местные готовятся к Новому году. Поставили елочку и положили нам подарки. Сейчас будем праздновать. Открывать. Я уже говорил, что мы пошли сегодня гулять на пешеходную тропу, на пляж дальний. И вот на этом пляже с левой стороны хорошее плотное дно песчаное. По центру там больше камней и каких-то. Ну, камни такие не то, что кораллы, а зализанные, типа вулканические, наверное. А песок здесь вот такой вот. Он уже песчаный, то есть и на тех пляжах он был как мука, а здесь он такой, как песок. Ну, сегодня здесь тоже творится полная токамака. Пойдем, может, посмотрим на дно, из чего оно состоит, чего оно такое спрессованное. Ну, там по центру меньше листьев, а здесь какая-то листва плавает. Верочка хотела запилить контент, как она красиво выходит. Скоро, скорее всего, там не особо нагревается. Камера... А что, классная, ну? Ну? Похуй есть! Ну? Опреснились! Ежик я никуда не бачил, ежика! Ежик, курва! Во, ежик! Ты взять микрофон, чтоб петличку. Прибой постоянно шумит. Но не взял, лень было мне с ним тягаться. Будем что-то делать потом на месте. Ну, что я могу сказать про тропу Белембр? Длина ее полторы тысячи метров. Занимает где-то с остановками, с фотками, скорее всего, два часа. Я даже не засекал времени. Да, воду с собой можно не брать. С нами был доктор, и у него был какой-то газоанализатор. Тут очень много ручьев, он такой прогазоанализировал. Офигенная газированная вода, даже немножко с сиропом. Поэтому воду не берите. Вот, правда, наш парнишка вчера попил, я уже говорил. Сегодня температура, но мы не уверены, что от воды сейчас тоже попробуем попить. Мне надо было сказать, ту воду доктор не проверял. А, тут? Да, вкусная вода, класс. Ну, вот напился, блин, воды. Говорят, в вулканических породах можно найти бриллианты и золото, и всякие прочие алмазы. С собой не взяли хорошую киркуну. Мы с молоточком пришли таким. Молоточек каменщика, ни хрена не нашли. Ну, Верочка только нашла в кусочек золота, но это оказалось от ее цепочки. Так бы, блин, мы тут такие бы деньги заработали, если бы был молоток. Поездка бы отбилась, и на другую еще заработали. А другая будет в Филиппине, надеюсь, если будет нормально, поймаем билет. Карабкаемся, карабкаемся. Там дальше будет уже ровнее. И вот это вот вулканические камни, которые мы пытались долбать. Примерно такая дорога дальше будет. Как называется? Самарахес. Самарахес какой-то. Сейчас попробуем. Говорят, похоже на яблоко. Сейчас попробуем. Ну, вот Славка тоже вчера попробовал. Сегодня температура 38. Она только стояла. Стряга, на. По консистенции как редиска, и по вкусу как яблоко. Сегодня на закате даже, наверное, мы увидим солнце. Пока еще не видели. Погода устаканилась, сегодня начинаем нырялку. Ветер 1,1 метр в секунду, солнце вылезло. Ребята грузятся. 9.30 должны, в принципе, стартануть. Сегодня чек-даев, пока вывесятся, сколько грузов брать. А как мне маску подтянуть, а у меня лоб сгорел, а все будет плохо. Ну, стандартные вопросы. Любители подводного плавания с аквалангами и без. Поехали. Окей. Только погрузились и тут же встретили неизвестных рыб. Вы должны понимать, что Индийский океан это не про красивые кораллы и цветных рифовых рыбок. Это больше для крупняка. Это китовые акулы, скаты, манты, акулы, барракуды, стайная живность, типа джекфишей. То есть такое, что нельзя увидеть в Красном море. Красное море, конечно, самое красивое и самое близкое было раньше, но здесь все совершенно по-другому. Температура воды 30 градусов не позволяет свести кораллам так, как в Красном море. Поэтому здесь больше наблюдаем за стайными океаническими хищниками. Змеи, морские чудовища, лобстеры, омары. Все, что может быть здесь, реже встречается в Красном море. Хургаде, Шарме, Дахабе. Много мягких кораллов. Вот таких лямбесов на Мальдивах собирали и ели. Здесь почему-то не балуются этим. Звезды, терновые венцы и куча различных рыб. Ну а главная фишка Индийского океана, конечно же, течения. Они бывают либо приливно-отливные, либо океанические. Приливные чаще на Мальдивах, здесь океанические. Нашел что-то, пойду посмотрю. Вот это чудо, рыбака, меня обалдеть. После дождей вот такие сопли. А это детский сад. Мамка в магазин ушла. Кузовок при опасности выделяет нейтратоксин-тетратоксин, который опасен для окружающих животных. А ты зачем, вот такие сопли? Второй дайв сделан не на затонувший корабль. Он находится в заливе и прозрачно здесь так себе. Лодка заросла хлыстами и ракушками. Встретили флейту, несколько джекфишей, королевского ангела и какую-то стайку карасей. В соцсетях часто вижу, как люди фотографируют под водой на современные телефоны и чаще всего это хвосты. Вот такой вот получается кадр. По мне так лучше снимать лица этих животных и рыб. Руки трясутся и даже стабилизация не помогает. Славка так затянул ремешок на маске, что глаза упирались в стекла. Бедный аэротрон, я думал, он лопнет от страха. Вот так снимать не надо. Выбирайте другой ракурс. Такой, либо вот какой-нибудь такой. Черепахи, как правило, подпускают достаточно близко. Не трогайте их руками, и они дадут вам возможность пофотографироваться на их фоне. А еще у них очень мощные челюсти, и наши пальцы очень забавно хрустят в этих челюстях. На следующий день посетили дайв-сайты Lighthouse и Fisherman Cows. Вот анс-мажор с другой стороны, со стороны моря. Второй день дайвинга без ветра называется. Но мы зашли сегодня далеко, как анс-мажор проехали. И сейчас какие-то еще были несколько пляжиков, но там к ним видимо подхода нет. Мы вообще вышли практически уже за дальний мыс. Дайв-сайты Lighthouse поход дозывается. Погнали. Ну вот что значит открытое море. Гораздо лучше прозрак. Меньше вот этих вот взвесей от пресной воды. Соответственно, красивая синяя вода встречается. Тридактные, анимоны. Вот такая вот прозрачная вода. Очень красиво. Естественно, температура там 25-26 градусов. Естественно, сразу встретились акулы, орлики. И все это, как я говорил, стайное. Не просто ордин, орляк как раз на море увидел. О, я видел орляка. Здесь все это очень даже интересно. Давно не плавал стаи барракут. И вот тут решил, думаю, дай-ка заплыву. Они обычно боятся пузырей и делают вокруг дайвера такое кольцо. Ну я плыву, думаю, дай-ка я себе подсниму селфи хоть раз жизни. Я же уже мастер. Поворачиваюсь, а тут этот круг разбомбили наши водолазы. Ну и заодно и кто там увидел акул. Акулы здесь, естественно, разные. Есть серые рифовые, есть бычьи акулы. Сейчас где-то тут мне показывали. Я в последний момент увидел. Я снимал в другую сторону. И потом уже смотрю, были несколько блушарков. Ну а маленькие серые рифовые, они встречаются здесь постоянно. То есть они там где-то на сечении стоят. Никуда-то особо не отплывают. Здесь много дайв сайтов, но мы что-то решили в последний день не испытывать судьбу. Поехали на акул посмотреть на лайфхаус и еще одно место, тоже недалеко в заливе. Называется Дреджер Рок. Но я там особо и не снимал, потому что вода такая же, как во фьордах Норвегии с такими вот цеплями. Кувырк назад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попытаемся поймать себе ужин. Дождь и солнце, день чудесный. Ничего не поймали, придется готовить самим, либо идти в ресторан. Погода угомонилась. Вот сейчас даже видно, где риф, где мелкая вода. Самое время для нырялки, но вот, к сожалению, сегодня улетать. Пойдем купаться, загорать и складывать чемоданы. Сегодня вылет 12, 23-15, ну почти в 12. И сейчас отлив, и вот такой вот пляж по колено воды. Там чуть поглубже будет, так. Там поглубже, а здесь совсем мелко. Потом дальше будет опять выплыв. Для детей самое то, Бавалон хорошее место для окупания детей. Хотя, в общем-то, везде есть мелкая вода с плотным песком, без камней, без кораллов, без рифов. Все, всем пока, увидимся под водой. У меня часы показывают 43 часа 44 минуты. А мы все не взлетаем. Да как такое может быть, я в принципе не понимаю.